МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИИ Если у нас уже Министерство Образования в Министерство Просвещения, переименовать собираются, о чем тут говорить? Осталось только клинопись возродить и обязательными предметами для детей сделать пение и рисование, остальное по желанию. Начинаем! МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИИ Несколько писем пришло от зрителей очень интересного содержания. Люди узнали, что у них перед выборами в этот раз появились какие-то родственники. Эти родственники пришли на избирательные участки в день голосования. Оли изъявились, затем таким же удивительным образом исчезли. Нет, я-то прекрасно понимаю, что это были за родственники, с какой целью они материализовались, отвечу своим зрителям так. Скажите спасибо, что вас к загадочному исчезновению таинственные родни не прикрутили, а то бы сидели сейчас по камерам, на вопросы следователей отвечали. Ну а если серьезно, в России всю жизнь ведь так было испокон веков. Наши как будто бы элиты опирались на мертвые души, об этом еще Гоголь 200 лет назад написал в известной поэме. Ну помните же о чем-то. Бывший чиновник Чичиков, и тогда тоже чиновники всякой фигней занимались, разъезжал по городам и весям, скупая информацию об умерших крестьянах. Зачем человеку это было нужно? Чтобы напускать окружающим пыли в глаза о том, что он как будто бы богатым господином является. Прошло две сотни лет, ничего не изменилось. Чичиковых, правда, у нас теперь больше. Ни один, ни два миллиона. Ну, простой пример, пожалуйста. Экс-депутат Мосгордумы Метельский. Сейчас я вам его покажу. За пару дней до даты голосования это видео было снято. Человек не бегает по избирателям. Не пытается никого агитировать. Тут до выборов осталось времени на две затяжки. В такие моменты кандидат, если, конечно, он ведет кампанию по-настоящему, должен выглядеть как лошадь на свадьбе. Это когда голова в цветах, за***ница в мыле. Метельский же даже не чешется. Человек и так уверен в своей безоговорочной победе. Я прошу каждого, кто сидит в этом зале, задуматься над той мерой ответственности, которую он сегодня на себя берет. Нам доверяют люди и москвичи, в отличие от вас. И мы не призываем никаким изменениям в стране, переворотам и всей остальной вот этой вот ереси, которую вы нам сейчас рассказываете от имени всех москвичей. Поэтому очень рекомендую всегда думать о том, о чем вы говорите. А москвичи, поверьте мне, разберутся. И это уже ждать недолго. Правда, в этот раз не прокатило. Пролетел господин Метельский мимо депутатского кресла. Не помогли даже чьи-то умершие родственники, которые наверняка активно голосовали за этого мужчину. Хотя, думаю, какое-нибудь местечко в столичной мэрии дядьки предложат обязательно. Может, в Совет Федерации отправят или там в Рио губернатора каким-нибудь назначат. Сегодняшняя история, однако, не о нем. Это реальная журналистика. Поехали! Впрочем, не только на выборах мертвые души используются. РПЦ давайте вспомним. Да, в принципе, любую религию. Основной посыл религиозных учений какой? Терпи и молись, на том свете тебе воздастся. То есть, в этой жизни ты должен страдать. Типа, Бог терпел и нам велел. Рай будет там. После смерти. Благодарственный моливен по случаю инаугурации Владимира Путина совершил патриарх московский и всеяруси Кирилл. Служба прошла в Благовещенском соборе Кремля. Правда мою утвержденному президенту, Благозадимые страны наши российские, Владимиру, Подождь, Господи, Благоденственное мирное правление страной нашей. Хотя не совру, если скажу, что сегодня у огромного количества наших соотечественников церковь меньше с духовным олицетворяется, ее больше как некую политическую структуру воспринимают. Ну да мы же о мертвых душах говорим. Вот и продолжим. А давайте еще вспомним. Едва ли не единственный повод для гордости в современной России. Да, я о победе в Великой Отечественной войне сейчас тоже ведь танцы на костях как бы цинично. И чудовищно оно не звучало, но это так, потому что мы к той войне никакого отношения не имеем. Ее выиграла другая страна, и на полях сражений тогда гибли не только русские, но и в том числе украинцы, в том числе грузины, в том числе армяне и прибалты, то есть люди, которых нынешние россияне во враги записали, простите. Но как можно чем-то гордиться, если ты ненавидишь людей, с которыми вообще-то должен и обязан разделить этот повод для гордости? А вот это меня вообще добивает. Особенно в последнее время и сейчас объясню почему. Центральным событием этого дня, объединяющим миллионы людей по всему миру, сегодня стала уникальная всенародная акция «Бессмертный полк». В этом году к ней присоединились почти 80 стран. Потомки фронтовиков, представители самых разных поколений, вышли на улицы с портретами своих героев, победивших фашизм. Великая Отечественная война – это часть истории буквально каждой семьи. В Москве в этом году абсолютный рекорд по числу участников. Под знаменами «Бессмертного полка» плечом к плечу по улицам города шли более миллиона человек. Среди них был и президент Владимир Путин. Мало того, что кремлевские политтехнологи сделали из акции памяти, из неплохой, в общем, изначальной идеи, откровенный пиаровский проект, политический проект, так я тут недавно вообще чуть в осадок не выпал. Наткнулся на статью в одной пропагандистской газете, не в самой последней. Не в самой желтой, короче, рассказываю. Ребята со Старой площади теперь еще и к этой акции пытаются притянуть за уши пророчество болгарской ясновидящей Ванги. «Россия станет великой державой, когда мертвые восстанут из могил и встанут в один ряд с живыми». В той статье прям со всех сторон данное пророчество обсосали резюме. Мол, вот ведь, ребята, вот ведь оно сбылось. Мы великая страна. Ну ничего, блин, святого у нас уже не осталось. А в чем мы великая страна? Давайте честно. Это мои родители, это мои бабушка и дедушка вправе были говорить, мы выиграли страшную войну, мы покорили космос. Мы построили величайшую державу. Я такого сказать уже не имею права, потому что когда я был юным мальчишкой, величайшую державу развалили. Когда я стал молодым мужчиной, остатки величайшей державы разворовывали, растаскивали. Сегодня, когда я зрелый дяденька, о былом величии вовсе только воспоминания остались. Ну вот чем мы сейчас можем похвастаться? Крымский мост построили. Да в СССР такие мосты строились чуть ли не ежегодно. Что еще? Аэрофлот перестал быть крупнейшей авиакомпанией в мире. Ну, наверное, это достижение. Кстати, в советском аэрофлоте отечественный самолет. Или таля в российском. Ну хорошо, давайте по-честному о достижениях. Так и достижениях. Например, мы, слава богу, удерживаем пока лидирующие позиции по добыче углеводородов, нефти и газа. А что толку? Полученные от экспорта деньги в развитие экономики, что ли, вкладываются? Да нет. Рассовываются по карманам узкого круга лиц. Все, что в те карманы не влезло, в кубышку складывается, именуемую резервным фондом. То есть деньги лежат мертвым грузом на счетах в иностранных банках. Они не приносят пользы своей стране, ее гражданам. Оборонка у нас всегда была сильной стороной. Что, что оружие мы делать умели и продавали его доброй половине планеты. Сегодня уже китайцы нас обошли в этом вопросе. Танки наши и самолеты нафиг никому не нужны. Вон, Урал, вагон, завод. 15 тысяч человек сокращает. Я еще к вам приеду обязательно. Мы поговорим. У нас много с вами вопросов и нерешенных проблем, связанных с организацией производства, с гособоронзаказом и так далее. Я это все знаю, все помню. Из Петербурга новость буквально на днях прилетела. Людям активно навяливают карты халва и совесть для покупки продуктов в кредит. А раз навяливают, значит, это востребовано в Питере. Не в каком-то там Засибирске. Мы сейчас о втором городе в стране говорим. Претендующим на статус столичного дожили, блин. Морковку и пельмени в кредит покупаем. Что дальше? Знали бы жители благодного Ленинграда, что их потомки через 75 лет вот так вот с колен встанут, хотя... Не страна у нас, а одно сплошное недоразумение. Ладно, все. Закругляться пора. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Подписывайтесь на YouTube-страничку, ссылка сверху в соцсетях. Тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за сим. Спешу откланяться. Пока. Пока.